привет всем это вкус культуры сегодня на нашей кухне татьяна и лариса здравствуйте как мы все догадались сегодня представители азовского немецкого национального района что сегодня мы будем готовить на нашей кухне мы сегодня с вами приготовим десертный суп шниц зупа можно уточить научите меня шниц зупа шниц зупа на диалекте шниц суп шниц суп и и крэбли 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 крабли бумс но это у нас крэбли да что нам понадобится для приготовления первого блюда для первого блюда нам нужны сухофрукты желательно урок либо курага и изюм отваривается компот потом нам нужен хлебный мякиш масло ним сметаны чуть-чуть немного сахара и яйцо для второго блюда для второго блюда нам нужна мука яйца простокваша желательно деревенская а ну сегодня у нас кефир сметана соль сода и давайте давайте начинать давайте приступать ну а пока вы будете готовить нашим зрителям конечно же интересно узнать о каких-то традициях которые есть в азовском национальном районе татьяна скажите я сегодня вижу на вас надет два фартука почему ну как бы не сказать что это традиция именно азовского немецкого национального района это традиция всех немцев носили два фартука для работы утром хозяйка встала в два фартука наденула пошла в огород принесла свежих огурчиков с огорода там помидорчиков где-то ручки надо было вытереть пришли гости верхний фартук сняли все опять хозяйка молодец встречает радушно гостей я вижу вы готовите хлебный мякиш сейчас необходим какой-то специальной консистенции хлеб да он должен быть плотным чтобы его можно было раскрошить не просто разломать он должен весь раскрошиться вот этот хлебушек немножко мягковат а хлеба достаточно или вы сейчас еще возьмете сейчас еще чуть-чуть добавлю откуда пришла пришел к вам этот рецепт это блюдо году готовила еще моя прабабушка которое было бы сейчас около 130 лет то есть уже более 130 лет этому рецепту он дошел до нашего времени уже в какой-то трансформации или вот как изначально да примерно так же но пока иногда приходится использовать как бы более современные блюда скажем так ингредиенты так стараемся все также использовать домашние все яйца домашние сметана домашнюю массу а у вас подворье есть у меня сейчас нет он у меня есть братья которых это все есть который моя могу пойти и взять когда мы готовим хлебный мякиш нам понадобится масло да это не мякиш это будут клетки клеясь а это будет клея клеясь нам понадобится масло да да мы добавляем в хлебные крошки мы добавляем масло яйцо щепотку соли сегодня яйца у нас от курочки а масло-то настоящее деревенская азовская до домашние ну домашние понятно и зазовом да а можно какой-то краткий рецепт чтобы наши зрители знали как готовится масло деревенское куда очень просто коровка подоили просепарировали молочко получили сливки сливки отстоялись до густоты выливается все в маслобойку сбивается масло а по времени какое занимает ну в зависимости от того сколько у вас коров какой жирности молочко ну за неделю можно сбить это точно за неделю готова ну как бы масло бойку на 3 литра же не заводит у нас у нас есть такое высказывание традиционное зачем заводить комбайн ради одного колоска да то у вас это к мыть эту масло бойку чистить то сколько отходов будет когда когда можно сразу залить 7 10 литров сметана в эту масло бойко у нас была круглая крутишь крутишь сбиваешь и дети сверху сидели чтобы крышка не слетала я вижу кстати сейчас лариса взяла у нас сметану и сметану она берет ложкой это тоже какая-то какой-то поверье есть почему ложкой необходимо брать вообще как у меня бабушка всегда говорил никогда не ешь ножа не бери ничего острова буша странный язык ну и здесь тоже желательно чтобы не порезались детки даже можно еще что пожалуйста сколько сметана делается по времени какая жирность необходимы этой сметане потому что смотрите ложка просто стоит вот сегодня есть в производстве сметана 10 15 25 ультра не ультра а настоящая деревенская сметана ну вот это вот сметана простояла два дня ложка стоит вот начинается один из следующих этапов это приготовление галушек они должны быть какого размера не очень большие чтобы они легко входили в рот примерно размера той же кураги или урюка мне можно побольше сделать не вкусно же будет потом невкусно да конечно перебьет вкус хлеба перебьет вкус супа как наши фрикадельки до лари как у вас дела там с тестом татьяна подскажите вот лариса делает тесто какие ингредиенты идут в тесто вот так мука яйца соль кефир обязательно в данном случае так просто кваша деревенская если есть щепотка соды и потом тесто должно постоять хотя бы часок ну и потом жарим на горячем масле наши клетки готовы мы переходим к этапу приготовления мы сейчас отправляем наши клетки в наш компот который кипит мы еще раз напоминаем что если будет не кипящий компот то что будет происходить закиснет сколько времени необходимо чтобы это постояло на пищи печи как только галушки всплывут блюдо готово не полностью готово мы его снимаем с огня потом она немного остынет мы добавим сахар по вкусу и сметана татьяна давайте возвращаться к нашему тесту потому что у вас есть один секрет с каким прибором вы к нам приехали наше тесто практически подошло но татьяна к нам приехала сегодня с необычным предметом вернее сказать он обычные традиционные когда необходимо приготовить либо что-то раскатать это скалка татьяна расскажите пожалуйста что это за скалка скалка на немецком вельдерголдс это наследство доставшиеся мне от моей бабушки правда никогда не спрашивала у нее как она ей досталась эта скалка но брат у нее работал столяром возможно что брат сделал и вот уже бабушки бы больше ста лет уже было бы вот мы пользуемся этой скалки 0 лет 80 точно очень удобно и держится просто крепко за ручку и валик сам если мы возьмем наши традиционные скалки которые в магазинах продаются то там не с ними неудобно работать потому что мне приходится в силу всю силу рук именно на валик и где-то ровно получилось где-то неровно не привыкла а здесь вот давайте сейчас переходить и мы посмотрим как это происходит со скалкой которые практически один век лариса как вы оказались в немецком районе а мы переехали мы жили всю жизнь казахстан это было время перестройки но в девяносто четвертом году с мужем переехали были молодыми и вот уже на протяжении 29 лет мы живем в новинки я работала всю жизнь там культа организатора боже мой я староста в деревне боже мой люблю очень национальную немецкой кухню потому что когда мы приехали в основном население было нем немецкой а что вот вам больше всего сегодня нравится из немецких национальных блюд что родили с капустой с мясом и с картошкой я неплохо его готовлю у меня ощущение что сейчас после съемок мы сразу отправимся в азово потому что это очень вкусные колбаски домашние нет все мы заканчиваем съемку отправляемся в азово посмотрите на раскатываем тесто не должно быть сильно тонким должно быть сильно толстым а вот эти дырочки для чего нужны это как у нас хворост да только более пышный потому что молоко свое не молоко масло свое сметана своя ну конечно вот ему немножко нужно отдохнуть масло еще не совсем подошло отдохнет належится масло сейчас дойдет и мы с вами увидим как происходит этот процесс приготовление жарки наверно и до тесто отдохнуло тесто подошло мы переходим к следующему этапу вы спрашивать для чего так то есть мы берем вот так это вот так нет одну одну только как интересно ой что это у меня получилось башня башня мы подошли сейчас к плите но я не могу понять ларис масло у нас готово уже для того чтобы отправлять тесто для сейчас мы об этом сейчас мы это узнаем берется кусочек теста и опускается сковороду смотрите масло готово нагрелось потому что сразу начинает печь и подниматься тогда давайте отправляем наше тесто в наше масло а и она это тесто должно быть все в масле верно конечно так мы не забываем еще знаете о чем когда мы масло наливаем не забываем о том что мы тесто будем опускать и масло же будет у нас приподниматься его будет еще больше чтобы не перелить к нам присоединилась татьяна татьяна как вы думаете еще немного времени необходимо для того чтобы совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть я думаю за это время мы успеем какую-нибудь песню немецкую у немцев жизнь была нелегкая в россии поэтому наверно песни все веселые например о сузанна вундершенна анна из до слепанных сашин о сузанна вундершенна анна из до слепанных сашин ну как бы так как бы вот наши и уже и крыбли подошли к ребле и подошли кребли шнит суп приготовили татьяна и лариса мы заправили наш суп деревенской сметанкой мы добавили сахар здесь мы припустили немножко сахарной пудры мы будем это сейчас все пробовать но перед этим я хочу спросить какой же есть секрет хорошего настроения у ларисы секрет хорошее настроение это ее семья для меня когда немки наверное важно то что все таки мы проживаем в немецком национальном районе потому что сама организацию как бы республики которая была у нас не осталось поэтому все важно и семья и место где мы проживаем и погода и вкусная еда на столе а я от себя хочу вам сказать данки шон и помните друзья если вы уверены в своем вкусе значит он у вас есть а и и и и и